всем привет вы на канале вет и мы продолжаем играть в игру бесконечное лето это уже четвертая серия прохождение мода история одного пионера и 38 серия по бесконечному лету в целом скорее всего эта серия будет финальный я пока что всего лишь предполагаю вот вероятно будет финальные серия может быть будет предпоследний серия на я все-таки больше склоняюсь к тому что это финальная серия попробуем кратенько вспомнить что же у нас было в прошлой серии а в прошлой серии у нас как всегда было много чего интересного начиная с обезумевшие лены в больнице которая чуть не задушила нашего семку и заканчивая свадьбой свадьбой семена пионера и жене ну такой импровизированной свадьбой которая проходила непосредственно в лагере совенок такая очень красивая была картинка я ее даже на обложку серии поставила я думаю что даже можете помнить и также еще мы пообщались с несколькими пионерами в лесу которые нам сказали что вообще-то семенную все-таки умер на моменте когда они с юлей уезжали из лагеря в автобусе с кучей кучей пионеров вот как бы возвращая нас немножко в события основной игры а именно в концовку июля когда семена июля как я уже сказала выбирались из лагеря вот такие вот у нас пирожки и посмотрим что же было дальше у нас сейчас происходит последний седьмой день и конец смены и все пионеры разъезжаются уезжают из лагеря и ольга дмитриевна конечно же на нас уже успела поворчать что мы не собираем вещи и т.д. т.п. и мы собственно идем на автобус я медленно попрелся к обстановке перед автобусом столпился весь лагерь все ждали вожатую ведь не в ее правилах следовать своим собственным правилам действительно ой а что с тобой случилось учасова поинтересовалась пионерка из медпункта ух еще блин издевается с тобой все в порядке может пластырь дать ага еще подорожник приложи славя была небось налакался он и в канаву упал алиса ну да кто бы говорил а вдруг его волки подрали ульяна это было если только эти волки местные пионеры я просто тихо сидел на мордюре опустим голову на руки уже не хотелось думать о том что будет завтра пойду ли я на новый виток или все наконец-то закончится раз и навсегда а может быть впереди меня ждет что-то другое что-то лучшее и опять мы перемещаемся воспоминания семена ух ты это чей у нас такой домик интересный видимо это домик славе и жени да когда я проснулся жени рядом не оказалось они получается у нее ночевали так наверное уже ушла по каким-то своим делам и вот сдалась и вся эта игра в пионеров ей богу особенно в первую табрачную ночь я потянулся и сладко зевнул ну ладно зато смогу сделать ей сюрприз нарву цветов лесу получается это у нас справа кровать славе судя по всяким плакатиком и на плакате как у нас иван царевич и серый волк это я не знаю что за картина какая-то зимняя не знаю бою даже предполагать вот это вот три богатыря у нас да и все так аккуратненько красивенько сложено как подобает настоящий образцовой пионерки а это у нас видимо кровать жени с кучей 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 книжек и плакат который к сожалению мне не о чем не говорить но если вы знаете что это за плакат напишите пожалуйста в комментариях не бог весь какой подарок но я знаю она любит ландыши никогда не понимал почему женщина нравятся цветы почему не крапива тогда или борщевик ну начнем с того что крапива жжется как бы да ведь это тоже растение и хорошение в своей естественной среде обитания а не в горшках и вазах впрочем какая разница если каждый раз когда я дарил же не ландыш и ее лицо озаряло с лучезарной улыбкой конечно может быть дело не только в самих цветах с букетом в руках я вбежал библиотеку громко распахнув дверь за столом библиотекарь сидела хмурая алиса и лениво листала какой-то журнал о новобрачный приперся пробурчала она глядя из-под лобья привет а женя где не знаю попросила меня тут посидеть за нее а сама куда-то ушла ну да моя же не может даже алису говорить ну ладно тогда я и что-то она совсем не сияла от счастья бросила алиса мне вслед куда же пошла женя может тоже решила сделать мне сюрприз да нет сюрпризы не по ее части наверное просто время завтракать я пошел нет побежал в столовую внутри весело галдели пионеры весело же стучала посуда даже обычно хмурая поварих оказалась сегодня необычно веселый я заметил славе и подошел к ней привет ты не видела женю слава посмотрела на меня удивленно потом слегка смутилась отвела глаза она кажется пошла на остановку на остановку зачем не знаю тебе лучше спросить у нее самому ты успеешь если поспешишь но на остановку так на остановку через минуту я выбежал за ворота лагеря и увидел женю стоящую возле дороги ее взгляд был устремен куда-то далеко горизонту за поля и леса вслед яркому летнему солнцу странное выражение лица в котором слились и грусть и ожидание томления но в то же время же не выглядела совсем не так я не узнал ее так что не так-то с женей видимо никто объяснять нам пока что не намерен лучшее нет в это поверить я могу еще меньше чем то что я завтра вернусь в реальный мир может быть раньше было лучше кажется тот пионер говорил что я многое забыл только вот что именно привет а я тебя искал это прозвучало глупо мой голос заметно дребезжал просто надо было что-то сказать и я начну фальшивую улыбку попытался говорить приветливо что тебе надо холодно ответила же не оборачиваясь я проснулся тебя нет вот и женя резко развернулась и сверкнула глазами я уезжаю сказала она неожиданно спокойным тоном куда домой здесь же не ходят автобусы какие к черту автобусы ходят а я вот принес тебе я дрожащей рукой протянул жене букет который тут же полетел на землю не нужно мне от тебя ничего ты вчера знать тебя не хочу не понимаю что на меня нашло но уверена что во всем ты виноват в чем во всем свадьба эта дурацкая это что было ночью но мы ведь договаривались ты сама этого хотела помнишь еще пару недель назад пару недель назад я тебя даже не знала вот это поворот да наверное все началось именно тогда или продолжилось уже наплевать я решил что могу быть счастлив жени она исчезла также как и появилась внезапно женя сидящая не в библиотеке а на крыльце столовой это было так давно однажды я уже потерял надежду перестал быть человеком но потом встретил ее и жизнь как будто дала мне второй шанс пусть даже в этом странном мире а потом она ушла и спустя бесконечность циклов я все забыл я стал прежним и вновь перестал быть собой может быть он был прав что ты такое говоришь мы знакомы уже я даже не знаю как давно мы знакомы я с тобой не знакома и не собираюсь знакомиться знать тебя не хочу но подожди мы ведь на меня вдруг накатила внезапная слабость и опустился на колени чтобы не упасть на безымянном пальце правой руки горело обручальное кольцо я буквально физически чувствовал его жар на забирай женя достала что-то из кармана и швырнула в меня пойду пешком я покрутил в руках тоненько золотое обручальное колечко и заплакал так как никогда не плакал раньше не в этом не в прошлом мире и тогда все и закончилось навсегда наверное во мне все же оставалось что-то человеческое поэтому я решился забыть чтобы окончательно не сойти с ума но теперь воспоминания вновь со мной а с ними вернулась и боль не такая острая протупившиеся со временем на все еще разрывающая на части как будто меня растерзали на куски и остался только небольшой клочок плоти по странной случайности наделенной сознанием не целая и даже не часть целого а всего лишь досадная случайность допустимая ошибка в безупречном уравнении этого мира не грусти брат ко мне подсел какой-то пионер это опять ты кто я да какая же к черту разница ты он этот тот вы все на одно лицо пионер ничего не ответил лишь усмехнулся пришел поиздеваться лучше бы вы меня тогда убили но ты ведь вспомнил вспомнил и от этого только хуже ты сам во всем виноват в чем в том что тогда хотел помешать тебе уехать вместе с ушастой я же знаю что в том автобусе был именно ты лицо пионер оставалось бесстрастным может быть я может быть и нет какая сейчас разница то есть ты выбрался и вернулся только чтобы поиздеваться надо мной а разве ты сам так не делал ой избавь меня от своих морализаторских норовоучений ради бога это семён что ли тот самый семён я стоял на коленях и смотрел вслед медленно удаляющийся жени вот она раскрылась за поворотом и ее больше не вернуть впрочем я знал что это уже не женя моя же не исчезла еще вчера а это бездушная кукла лишь похожая на нее но похожая настолько просто сказка не могла длиться вечная этот мир настоящий ад а я в нем демона а демоном не суждено познать счастье скажи мне только одно наконец нарушил я молчание почему все именно так у тебя был шанс был выбор с самого начала ты мог повести себя по-другому ведь многие сделали все правильно совсем не так как ты и подобное тебе ну да они выбрались и теперь живут счастливо вместе со своими куклами в реальном мире ухмыльнулся я ты считаешь что твоя жизнь лучше он сделал ударение на слове жизнь если ты во всем виноват если ты забрал у меня женю внутри росла ярость хотелось наброситься на него и забить до смерти но я даже не был уверен что этот пионер материален да и чтобы изменилось ты мог бы быть счастлив с каждой из девочек ведь именно поэтому они все здесь такого ответа я не ожидал но ведь они все нереальны и здесь реальны только я ты все мы и женя это только для тебя в твоем мире ты же знаешь что реальности много и в каждой ты сам определяешь свою судьбу возможно когда-то был всего один семён но в этом лагере перед ним открылась масса возможностей кто-то смог выбраться и сейчас живет счастливо как ты выразился а кто-то застрял как ты например так что это за место кто ты такой тогда можешь считать меня вожатым пионер улыбнулся искренне без доли издевки и растворился в воздухе от его слов мне почему-то стало немного легче мир в одну секунду словно накрыло туманом затем перед глазами сверкнула яркая вспышка я огляделся и понял что исчез автобус исчезли все пионеры ну что опять ворота тихо скрипнули и я инстинктивно спрятался за памятником пионеру на остановку вышел семён один из семёнов но выражение его лица было до боли знакомо я давно забыл что я сам могу выглядеть также он долго смотрел на дорогу затем направился назад в лагерь не доверяй ему сказал я на автомате ты кто удивился семён стой не подходи ладно стою ты видел его разговаривал ты о ком вообще ты знаешь да что он тебе сказал ничего особенного он давал тебе советы говорил как себя вести угрожал нет ничего такого конечно мне показался весьма странным но не более того запомни он может быть не один точнее он-то один ты можешь встретить здесь множество похожих на него пионеров а ты-то кто сам и от кого прячешься ты поймешь со временем помни главное найти выход вдруг поднялся настолько сильный ветер что деревьев прилетели листья перед глазами опять сверкнула та же вспышка слушайте а это получается сценка из рута пионера когда семён получается на какой-то там на четвертый день видит второго пионера или какого-то там или пятый день короче когда семён встретил первого пионера потом встретил второго пионера и вот второй пионер это вот тот самый наш пионер правильно понимаю оп и через мгновение словно из ниоткуда вновь возник автобуса пионера не знаю зачем я это все сказал ему просто посчитал это правильным если бы я помню что такое угрызение совести и раскаяния то возможно это именно они пионер должен быть всегда готов знакомый голос прозвучал как гром среди ясного неба а знакомый шлипок по спине вывела состояние гроги передо мной стояла женя я сразу понял моя женя они кукла но как только смог прошептать я я не знаю она улыбалась на ее голос дрожал тогда после свадьбы я проснулась другом мире и уже думала что потеряла тебя а потом а потом было столько витков и я почти забыла прости тихо сказал я прости меня за все но это ничего потом пришел он и сказал что сможет привести меня в тот мир где ты сейчас сначала я не поверила но вот я здесь я вскочил и сжал женю своих объятиях прости я забыл забыл все забыл тебя и сделал столько плохого я не верил не надеялся прости хуф задушишь женя высвободилась из моих объятий но теперь то я здесь значит все в порядке сказала насквозь слезы как ты можешь быть так спокойно господи я никогда не видела еще ее плачущую блин потому что я всегда знал что мы снова будем вместе женя подняла правую руку и на безымянным пальцем я увидел колечко сплетенное из лепестков ландыша а свое я потерял прости ничего купим новое улыбнулась она эй садитесь в автобус вы двое недовольно кричала ольга дмитриевна автобус мирно подпрыгивая на кочках медленно ехал в сторону райцентра или куда он там едет на самом деле знаешь я просто не могу поверить что все это наконец закончится за последнюю неделю я пережил столько всего вот так всегда тебе самое интересное надулась жения не думаю что ты хотела бы поняться местами да уж я могу представить только все равно это интереснее чем не направляют посижу в библиотеке странно у тебя понятие об интересности а ты уже думал о чем что будет потом завтра нам видно как встретиться в реальном мире да точно сейчас адрес свой запишу ну да ты еще письмо отправь я глупо улыбнулся я запомню говори мы обменялись жени адресами и телефонами странно почему нам раньше не проходило в голову этого сделать наверное мы не надеялись выбраться из этого мира и просто не хотели вспоминать о прошлой жизни а как оно будет как думаешь как обычно мы просто заснем женя обняла мою руку и прижалась всем телом надеюсь в конце концов это не самый плохой вариант даже один из лучших я бы сказала женя зевнула и закрыла глаза спокойной ночи увидимся я ничего не ответила лишь продолжу смотреть в окно на прилетающий мимо ночной пейзаж лагерь совенок остался позади и я больше никогда туда не вернусь да в этом я был уверен однако он всегда будет частью моей жизни там я изменился изменился несколько раз по сравнению со временем проведенные там жалкие 50 60 лет что мне предстоит прожить в реальном мире кажутся мгновением но я обязательно проживу их как настоящий человек да наверное это действительно плохой как и говорил тут пионер пробурчала женя сквозь сон что ничего спи уже засмеялась она и больно ущипнула меня так и что же у нас теперь будет дальше проснемся ли мы в реальном мире да слушайте та самая городская квартира интересно что чувствовали другие на моем месте такой же потеря ориентации в первое мгновение чувство тревоги даже паники я вернулся в свою старую квартиру не узнавал ничего вокруг себя действительно такое ощущение как будто оказался в доме где жил много-много лет назад вроде бы все на своих местах но ты уже ничего не помнишь тебе просто кажется что так и должно быть я уже забыл какое было число когда исчез из этого мира да и в годе не уверен на улице зима а значит здесь прошло не так уж и много времени да мне теперь не 17 лет на свой реальный возраст и не выгляжу тоже получается все прошло нормально переход случился без последствий женя я бросился к столу и трясущей рукой стал записывать адрес и телефон конечно я никогда бы не смог их забыть но лучше подстраховаться ну а что дальше как вообще устроен этот мир здесь же совсем другие законы которых если уж и быть честным я не понимала раньше а теперь я вообще словно новорожденный которого заставляют жить взрослой жизнью впрочем это все потом а сейчас надо найти женю ухты в дверь позвонили люди мелькнула мысль реальные люди не пионеры но надо открыть ничего не поделаешь я вернулся теперь мне предстоит жить в этом мире я с трудом подошел подошел двери медленно открыл замок схватился за ручку и замер ну долго мне тут стоять елки-палки ребята слушайте вот скринов то я понаделаю сегодня что какая она красивая вы посмотрите вау да конечно видны небольшие косички с контуром но это все фигня вы посмотрите какая она прям вообще крутая не знаю мне нравится прикольно выглядит я рывком распахнул дверь и увидел женю она выглядела почти так же как и в лагере но как ты же помнишь что я всегда появлялась в лагере на неделю раньше тебя вот и назад я вернулась раньше я забыл про совенок забыл про реальный мир главное что мы снова вместе я подхватил женю на руки отнес в комнату ну так и будем стоять да прости женя легко спрыгнула на пол сейчас подожди это надо сделать сразу а то потом может быть и не до того она хитро улыбнулась и начала рыться в сумочке дай руку я протянула мне правую руку и женя надела меня на палец кольцо совсем простое как тогда в лагере а у нее на пальце в тусклом светилю пыльные люстры блестела маленькое золотое колечко наверное это мне стоило кольца купить ну судя по убранству твоего лежбище не похоже что у тебя есть на это деньги и мы засмеялись искренне от души за окном падал настоящий снег белый пушистый темноту ночи разрезали тысячи огней большого города который пел на сотни голосов напоминая что мы все еще живы и все еще вместе я нежно провела рукой по щеке жени теплое настоящее ведь теперь ты не исчезнешь ну уж будь уверен ты мне еще за кольца должен я заключил женю в объятия и поцеловал так как никогда прежде что у каждой истории начало и конец а слушайте все то есть нас вот так вот просто выкинула в главную менюшку да то есть это мы типа закончили мод ну что ж ребята я вас поздравляю мы прошли наш первый мод бесконечному лету прохождение которого заняло всего четыре серии мод истории одного пионера слушайте честно говоря я немножко в легком шоке осталось потому что я почему-то откуда-то мне казалось что этого мода будет какая-то нехорошая концовка но тем не менее смотрите то есть как бы все встала на свои места все таки действительно последовательность событий я примерно плюс-минус поняла то есть все таки все то с чего начиналось наше повествование это были основные события вьетнамские флэшбеки действительно были таковыми то есть семян познакомился с женей с настоящей женей которая действительно была как бы его женя вот они с ней провели свадьбу но потом что-то пошло не так и женя подменилась на куклу которая естественно положение вещей не понравилось и все то что было брачная ночь свадьбы и она просто свалила и разбила семена сердце и после этого он виток за витком начал медленно сходить с ума и творить всякую дичь с каждым разом все больше и и вот в очередной виток видите после очередной дичи натворенные после общения с пионерами он все таки встретил ту самую настоящую женю которую к нему привел некий семён возможно это был тот самый семён с которым он вот общался там на остановке вот и нас видите даже ненадолго забросила в события видимо рута пионера где наш главный герой был тем самым пионером хорошим пионером который встретил тогдашнего семена на остановке вот надеюсь никого не запутала такие вот у нас дела и все-таки мы проснулись в реальном мире и в реальном же мире мы встретились этой самой настоящей жене и я надеюсь что жили все-таки с ней счастлива вот такой вот интересный финал у этой истории вот пишите свое мнение в комментариях пишите как вам этот мод понравился ли какие в целом впечатления я конечно малость подофигела от дичи которая у нас была в самом начале от алисы от ульяны вообще от мыслей семена я рада что все таки здесь у нас такой своеобразный хэппи-энд мне очень понравились иллюстрации в этом моде вот мне очень понравилось вот это вот взрослая жени из настоящего мира мне очень понравилась картинка свадьбы вот так что так я однозначно ставлю этому моду лайк вот мне все время его рекомендовали мне рекомендовал его олег с канала олег game channel за что огромное спасибо вот и я вас поздравляю мы дальше продолжаем проходить моды по бесконечному лету и на очереди у нас следующий мод это альтернативная концовка алисы это коротенький мод он займет у нас всего лишь один ролик вот там посмотрим как могла бы по-другому выглядеть концовка алисы в оригинальной игре в оригинальной игре даже остались спрайты напоминающие нам об этом и осталась также одна иллюстрация cg к посмотрим же как это будет выглядеть а дальше скорее всего мы будем проходить долгий мод под названием булки кефир рок-н-ролл скорее всего такие вот у нас планы на бесконечное лето ближайшие вот как уже повторилось пишите обязательно ваши комментарии как можно больше обратной связи хотелось бы от вас прочитать услышать и видеть вот ставьте лайк если понравилось видео если нравится игра бесконечное лето если нравится конкретно этот мод подписывайтесь на канал если еще не подписаны если вдруг вы новенький случайно забыли на мой канал а такие периодически приходят на мои видео по бесконечному лету вот подписывайтесь также на мои соцсети эта группа в контакте telegram канал вот особенно рекомендую подписываться на телегу там как правило больше какой-то информации каких-то новостей чего-то не касающегося канала и жмякайте на колокольчик чтобы не пропустить новые ролики по бесконечному лету и не только до встречи в следующих роликах до встречи в следующих модах по бесконечному лету до встречи в следующих сериях чего бы то ни было всем отличного настроения и всем пока пока